Вот такой неприятный сюрприз ожидал меня, как только я вошла в лес. Это срезанный и почиканный на мелкие части червивый боровик. Рядом с ним сидел красавчик мухомор. Ну, а чуть поодаль меня ожидал маленький сюрприз. Вот такого красавчика я нашла рядом. Такой свеженький, красивый. Шляпка блестит, потому что мокрая. Пару минут назад закончился дождь с мелким градом. И я смогла из машины выйти в лес. Погода сегодня крайне странная. Ходят большие тучи и между ними просветы. И во время этих просветов можно побегать и что-то поискать. Следующей моей находкой был вот этот подберезовик. Он с такой бледной белесой шляпкой, что сразу я подумала, что это козляк. Но любопытство взяло свое, и я посмотрела все-таки повнимательнее. И оказалось, что это подберезовик на длинной худой ножке. Отрезала ему корешок. Он оказался чистеньким, поэтому я его забираю с собой. К моему ужасу опять стружки от белого гриба. Но опять я расстроилась рано. Я явно ходила по следам очень невнимательного грибника, который рядом оставил вот такого красавца. Я только успела сорвать с гриб и даже не успела им полюбоваться. И пришлось бежать в машину, так как опять начался дождь. А промокнуть до трусов и привезти домой кроме грибов сопли не сильно и хотелось. Спряталась я в машину, чтобы подождать между тучами очередного просвета, когда можно будет побегать по грибам. Через пару минут все закончилось. Я вышла из машины, и лес меня порадовал вот такой вот шикарной находкой. Таких тройняшек в этом году я нашла в первый раз. Радости не было предела. Мне хотелось бы еще высказать очень неприятную вещь. Когда я бежала к машине через лес во время дождя, я увидела в одном месте срезанные грибы, и вокруг них просто-напросто изуродованный верхний слой леса. То есть разодранный и разбросанный мок и раздвинутый шильник до самой земли. И это сделали не звери. Здесь нет ни кабанов, ни медведей, никаких других крупных животных, которые могли бы такое сотворить. Это сделали люди. Вот у меня вопрос. Вы срезали грибы. Что вы искали под шильником? Что вы там хотели найти? Неужели, когда вы дома доедаете суп или кашу, вы скребете по дну тарелки так, что через него становится видно стол? Или здесь действует закон «не мое, не жалко»? Так ваши, вы неоднократно сюда вернетесь для того, чтобы снова и снова здесь что-то находить. Честно говоря, такие моменты очень расстраивают. Как и моменты, когда из леса приходится вместе с грибами еще увозить пакеты с пустыми пластиковыми бутылками, которые кто-то поленился выбросить в мусорку, но не поленился привезти и выбросить в лес. Пока выговаривалась, почистила своих пупсиков, убрала их в корзину и можно идти дальше. А этому парню не повезло. Я ногой снесла ему голову. А тут я нашла семейство лисичек. Они придадут яркости моей корзинке. Экземпляры побольше я забираю, а мелочь оставляю. Если не убьет ее мороз, то, может быть, ей повезет, и она тоже вырастет. Ну, благодаря лисичкам дно моей корзинки закрылось. Ну, а здесь уже что-то на красивом. Я не смогла пройти мимо. И последняя за сегодня лисичка. Я ее немножко придавила ногой, но до конца не раскопнула, поэтому заберу. Кроме того, оказалось, что у корня лисичку подъел проволочник. Какие-то странные мне сегодня попадаются подберезовики. Это тоже какой-то очень светлый, еще и с треснутой шляпкой. Если бы не мое любопытство, я бы прошла мимо. Этот персонаж тоже оказался чистенький, поэтому отправляется в корзину. А здесь я опять забралась в какой-то валежник, среди которого увидела светлую непонятную шляпку. Пройти мимо не смогла, поэтому буду добираться. Это оказался шикарный масленок. Взрослый, плотненький и чистенький. В этом году мне попадались только летние маслята со светлыми шляпками. Осенние маслята, у которых яркие и темные шляпки, мне не попадались ни разу. Но не могу я проходить мимо них. Они такие красивые. А здесь на горизонте показалось уже что-то более путное, вернее, съедобное. Молодой подберезовик на длинной ножке. Не знаю, в чём причина. То ли очень много людей в лесу, то ли температура снизилась. Но подберезовиков за последние пару дней стало заметно меньше. Намного меньше. И снова у меня перед глазами корешки от срезанных белых грибов. Но как показала моя сегодняшняя практика, это к лучшему. Так оно и есть. Вот такого немаленького красавчика мне удалось надыбать на чужих обрезках. С другой стороны дерева оказался ещё один из этого же семейства. Ну что я могу сказать? Спасибо тебе большое, невнимательный человек. Идёт очень большая туча, и я буду потихоньку направляться к машине, потому что в лесу стало намного темнее, и грибы искать стало сложно, и промокнуть не сильно хочется. Но моя дорога к машине оказалась очень, даже очень. Среди подгнивающих остатков диких ландышей я накопала вот такой вот экземплярчик. Потемнело, камера опять отказывается фокусировать, включать автоподсветку ещё не хочет. И опять я кручу эти бедные грибы в надежде словить фокус. А здесь в кусте можжевельника я увидела яркую шляпку. Но если честно, то я думала, что это мухомор. А оказался молодой подосиновик. Как иногда хорошо быть любопытной. Все последние грибы я нахожу недалеко от дороги, возле опушки леса. Здесь поменьше деревьев, здесь чистили лес, поэтому светлее, и ещё что-то видно и что-то находится. Вот к чему приводит людская жадность. Нашла грибок. Опять не почистила, в корзину не сложила. И уже щупаю рукой шильник вокруг на наличие ещё кого-нибудь или чего-нибудь. А тут я обрадовалась, что нашла рыжиков. Но не тут-то было. Это оказались яркие волнушки. Их так много в этом лесу. Их, наверное, мало кто берёт, поэтому они здесь растут как королевы до царских размеров. А вот здесь, на этой полянке, среди срезанных и непонятных мне грибов, нашёлся вот такой вот экземплярчик. Его, наверное, и не заметили, потому что он сидел среди этих несъедобных грибов. Моя война с камерой за попытку словить фокус продолжается. Медленно, но верно, моя корзина заполняется. Причём очень достойными экземплярами. А вот этот бугорок, конечно, был сюрпризом. Вместо беленького меня ожидала бледненькая. На этого парня я вообще не рассчитывала. Я думала, это лезет из земли сыроежка и решила ей помочь. Оказалось, что это совсем не сыроежка, а очень даже приятненький экземплярчик белого гриба. И ещё один беленький. Хочу похвастаться. Я за этот грибной сезон не потеряла ни одного ножа и сняла кучу шикарных мухоморов. На этом, красавчики, моя прогулка на сегодня закончена. Я довольна. С мокрыми ногами, холодным носом и руками с неполной корзинкой шикарных грибов я отправляюсь домой.